Дитуализация мировой финансовой системы продолжится. От Латинской Америки до Африки, на Ближнем Востоке, в Европе и в Одесско-Атихоакенском регионе все больше стран начинают экспериментировать с дитуализацией путем диверсификации валютных резервов, перехода на расчеты в собственных валютах и укрепления международного сотрудничества. В августе в ЮАР пройдет Summit Prix, на котором ее участники смогут обсудить вопрос создания нового расчетного механизма в рамках организации. По-моему, если страны BRICS собираются обсуждать валютный механизм расчетов, то я бы предпочла платежную систему M-Bridge, которую гораздо проще использовать. Кроме того, она действует во всех странах BRICS. Можно также обслуживаться в банке BRICS. Крайне важно добиться прогресса в так называемой дедолларизации, поскольку это ключевое оружие США для контроля над другими экономиками. Разговоры о возможной резервной валюте BRICS, которая пусть не евро, ведутся уже давно. Пока Россия, Бразилия и Китай, похоже, кодовые работать над этим. Посмотрим, пусть ли расширяется состав членов объединения. Если к BRICS присоединятся страны со сильной экономикой, такие как Саудовская Аравия, Индонезия, резервная валюта может стать какая-то еще. В любом случае, торговля в национальных валютах уже нарастает, и это важный шаг. Так происходит, например, между Китаями и Россией, Китаями и Бразилией, Россией, Индией и многими другими странами. Похоже, что эта тенденция будет развиваться. Все больше стран осознают, что им необходимо создавать альтернативы к кемоне доллара. Сейчас требование времени расчета в национальных валютах, но это не долгосрочное решение. Долгосрочное решение – это все-таки создание механизма многостороннего клиринга для взаимного зачета взаимных требований, когда страны взаимодействуют не друг с другом только, а на более широкой основе. Очень важно, чтобы БРИКС с точки зрения возможностей и целесообразности расчетов в национальных валютах расширялся. Потому что чем больше стран участвует в этой системе и берет обязательства участия в этой системе, тем эффективнее вот этот многосторонний клиринг. Ну, а будущее покажет. Может быть появится когда-то валюта БРИКС, как валюта международных расчетов универсальная. Это зависит от того, как будет развиваться объединение, как будет развиваться экономика объединения, главное. По мере того, как в мире ускоряется процесс дитуализации, интернационализация юаня также начала набирать обороты. Согласно опубликованным отчетом SWIFT, в июне 2023 года юан сохранил свою позицию пятой самой активной валюты для глобальных платежей по стоимости с долей 2,77%. По словам президента России, более 80% торговых расчетов между Россией и Китаем осуществляется в национальной валюте, и эта доля постепенно увеличивается. В марте Бразилия договорились с Китаем о произведении расчетов в национальной валюте. Китай и Иран начали использовать юан в расчетах за нефть. В июне Пакистан впервые произвел расчеты в юанях за импорт российской нефти. Я с оптимизмом отношусь к интернационализации юаня. Интернационализация юаня уже имеет основу, а именно экономическую мощь Китая и его международное влияние. Интернационализация юаня – это отражение всеобъемлющей национальной мощи. Юань должен составить конкуренцию евро, когда мы завершим социалистическую модернизацию к 2035 году. Доллар США может оставаться доминирующей валютой, а евро и юань могут быть на равных. К 2050 году мы можем добиться полной интернационализации юаня. Как это сделать? Во-первых, наши финансовые рынки должны быть открытыми, стабильными и предсказуемыми. Во-вторых, мы должны укреплять нашу всеобъемлющую национальную мощь. В-третьих, международные отношения играют важную роль в интернационализации валюты. В будущем интернационализация юаня будет ускоряться, и пояс и путь – это очень хорошая возможность для того, чтобы юань постепенно принимался странами, расположенными на этом пути. И это илость. Игорь Негода. В.В. Продолжение следует...